Сборная Беларуси по хоккею победой над командой Словении со счетом 5-3 завершила Евро-челлендж во французском Сержи. О последней игре и итогах турнира с места событий Алексей Богданович. Дополнительно мотивировать нашу команду на матчи против словенцев не нужно. После того, как соперник дважды к ряду не пустил нас на Олимпиаду, встречи с ним стали носить принципиальный характер. И неважно, официально это игра или нет. Кстати, на чемпионате мира во Франции и Германии Беларусь уверенно выиграла у Словении 5-2. В том матче играли Сергей Дрозд и Павел Воробей. Помогли они команде и сейчас на турнире во Франции, как и в двух предыдущих встречах. Все решилось в третьем периоде. При счете 3-2 в пользу белорусов словенцы смогли отыграть одну шайбу. Но гол Дмитрия Буйницкого за две минуты предопределил исход встречи. 4-3. А пятую шайбу уже в пустые ворота отправил Артур Гаврус. Кроме этого форварда Минского Динамо еще 4 ассистентских балла. И с 5 очками он стал самым результативным в команде. Всегда с листа тяжело начинать играть. Есть много молодых ребят, которые первый раз в сборную. Естественно, первую игру они нервничали. Мы, ребята, которые постарше, больше поиграли, пытались их поддержать, как могли. Но первую игру все-таки мы немножко провалили. Слишком много пропустили. С пятью голами надо выигрывать игры, а не проигрывать. Но, слава богу, что вторую и третью игру нам удалось выиграть. И, можно сказать, завершить турнир на позитивном иначе. Михаил Корнаухов показал очень хорошую игру в двух встречах и внес большой вклад в наши победы. Порядка 10 ребят впервые играли на таком уровне и прекрасно себя проявили. Думаю, в мае список кандидатов на чемпионат мира может расшириться. Персонально могу отметить Артура Гавруса, Данилу Карабаня, Илью Литвинова. Но этот результат – работа всей команды. Три игры за три дня – непростой календарь для любой сборной. Но, как сказал Дэйв Льюис в раздевалке после успеха над славянцами, хорошая команда отличается способностью найти путь к победе в любой ситуации. В среднем за матч на турнире белорусы забрасывали больше четырех шайб. Из 13 голов с тем наша команда провела при игре в неравных составах. Победили здесь хоккеисты из Латвии. И в заключительном матче они переиграли французов 3-1. А хозяева финишировали последними. Первый в сезоне турнир хоккейного Евро-челленджа завершен. Дэйв Льюис и его тренерский штаб проверили в деле молодых хоккеистов, а также тех игроков, которые по различным причинам проводят не столько много игрового времени в своих клубах. В следующий раз сборная соберется в декабре и продолжит подготовку к главному старту сезона – чемпионату мира 2018 года. Алексей Богданович, Дмитрий Буй, новости спорта, Сержи, Франция.